так уважаемые соискатели качественного света приветствуем вы находитесь в лаборатории автосветного пила меня зовут игорь мы сегодня говорим как и всегда качественно автомобильном свете за моей стеной стоит автомобиль hyundai santa fe 3-го поколения он был оснащен оригинальными синоновыми фарами с лампочками d3s модными продвинутыми свет у него просто реальное говнище ребят ну как бы слово грубое но это соответствует то есть эта машина выехав просто с автосалона с синоновыми линзами имеет отвратительнейший свет и для этого не надо ждать когда линзы выгорят мы обычно говорю что mercedes проехал 200 там и 250 тысяч и у него что-то случилось здесь первого километра свет ну скажем ксеноновый свет который просто отвратительный мы сейчас очень кратко покажем что как если у вас такая машина какими способами вы можете скажем победить вот этот недуг поехали а вот сам автомобиль смотрите для того чтобы снять фару не надо снимать весь бампер василий викторович вот так вот отщелкнул боковинку оттянул для того чтобы красиво вынять фару что я вам говорил вот обратите внимание стекло вообще практически как бы не то что 0 цивая машина покаталась но фара не убитая машина свежая света нету причем даже вопрос даже не в том что я когда-то когда только это вышла машина приехал на новой машине к нам очень адекватный клиент у меня нет света говорю ну так быть такого не может как так он говорит ну вот слабо светит поставьте экстрим vision лампочки d3s плюс 150 у вас все засияет не так я их уже поменял понимаете друзья даже какие-то топовые лампочки которые можно сюда поставить они не дают света причина не выгорание отражателя причина в том что она изначально сделано очень очень отвратительно то есть неграмотно спроецирована линза и пример вот вы видите перед собой так что касательно фар фары смотрите на термогерметики то есть как бы у нас в принципе фара распаковалась абсолютно примитивным способом вы можете это сделать при помощи строительного фена у нас профессиональная печь но по сути это можно сделать абсолютно скажем так без каких-либо крутых там условий то есть она распаковывается не надо ничего хал при придумывать вот видите то есть мы очень часто говорим о том что мы сохраняем старый герметик и дополняем его еще в каком-то количестве почему вот обратите внимание то здесь герметика ну вот родного практически нету кайма сухо вообще пустая вот этот вот там где герметик вот закиданный песком то есть это как бы не очень удачная собранная фара на заводе то есть вот этот вот песок вычищается в локальных местах где он есть и прокладываются уже в достаточном количестве каитовский герметоз что у нас еще то есть сама вот внутрянка вы видите она такая сложная и почему нам нужно вот такая вот переходная рамка без нее очень вообще ну скажем браться за такую работу это скажем такая утопия некоторые делали но очень сильно матюкались и взяли трещочек а с клиента все максимально просто рамка уже как бы сделано разработано непосредственно я ее дорабатывал для того чтобы можно было установить в нее любую абсолютно линзу к это hella 3 билэды любую линзу можно сюда установить здесь есть все соответствующее отверстие что еще хотел сказать 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 да то есть вот эту хрент и и тут как бы если даже как обычно дедовским способом отрезать перед зад все равно остается квадратичной и цепляться особо универсальные даже крепежи цеплять не к чему то есть у нас вот рамка мы ее ставим на родное место сейчас я покажу как она и ставим соответственно сейчас уже все все больше и больше хотят билэды то есть это одна из вариаций то есть ставится билэд линза на сам старое место сейчас я покажу как это василий викторович подписчикам и тем людям которые вы уже сделали хороший свет папа помашите ручкой все будет пучком василий виктор и говорит смотрите друзья вот такая вот схема то есть уже вот фара в полусобранном состоянии то есть установлена наша вот рамочка черненькая видите к ней прикручивается отражать рефлектор дальнего света плюс прикручивается линза вообще линза прикручивается чаще всего на шпилечках и выдвигается вперед но василий викторович сейчас как бы вот он просчитал что ему этого делать не надо и он прикрутил ее напрямую к рамке еще машина не собрана будет примерка я думаю что может быть что-то еще и будет корректироваться пока вот предварительное его решение такое вы видите да то есть рамочка четенько ставить прикручивается по всем и направляющим во все защелочки защелкивается она мог ее даже ее даже пошевелить нельзя то есть тут можно то есть она даже настолько плотно становится настолько жесткая что никаких скажем вопросов по вибрациям быть не может все остальное достаточно как бы я не знаю стандартно да я то есть вот есть этот конкретно мы ставим а м с ай третье было бы не без фишечек надо придумать вот такие речи и сюда надо придумать такие речи а василий викторович что если обманки не надо ну василий викторович на всякий случай так это hyundai подсоединяем подождите оси герс не тараторьте чтобы люди поняли лет конбуз конбуза рор то есть там блочок это так называемая обманка которая ставится при установке лет линз или лет ламп как машина себя поведет без блока или с блоком еще неизвестно все виктор и сделал разъемы соответственно красивенькие такие вот h7 причем оси виктор и сделал все на термоусадки для наших диванных экспертов которые вечно умничают то есть василий виктор ищи изоленту и термоусадку используют по собственному усмотрению когда это надо или не надо то за счет этого у нас есть разъем до разъемчик мы туда все вставили но все надо думать самому его в комплекте рима да вот эти все разъемчики это все василий викторович изыскивает и собственных ресурсов кто-то мог бы это сделать на скрутке по большому счету это точно так же работала но не выглядела бы так эффектно как вот сейчас что у нас ну все вот этот блок и ребят показываю но еще не не знаем вообще отработает он нужен он или не нужен если он не нужен естественно 7 крич его выкинет и подсоедини тут и по такой схеме напрямую василий викторович машите все всем рукой чего вы желаете вообще автолюбителям которые ездят с плохим светом не выкидать старые фары в оригинале даже сбитый фар такие вещи они бывают очень кстати то что из таких вещей делается конфетам вот такие вещи василий викторович а уже чувство чувствуется устал трехдневная небритость потому что сейчас карантин все викторович трудится у нас сколько хватает сколько хватает сил друзья что что успели рассказали того чего не поняли не услышали пишите в комментариях задавайте вопросы если вы знаете модернизацию света или что-то по этой машине что то что можно было бы лучше сделать чем у нас обязательно напишите в комментариях нам это очень интересно мы прочитаем прокомментируем может быть прислушиваемся к вашим советам это такое тоже бывает ребят всем счастливо всем пока качественного цвета и безопасного вам пути пока а а а и 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok